Экономика и ничего больше. Северный завоз в Хабаровском крае близится к завершению. В этом году в отдаленные районы края планируется завести более 35,5 тысяч тонн топлива и ГСМ. Моторные масла для дизельных электростанций уже доставлены в полном объеме – 157 тонн. Поставлена половина от плана дизельного топлива – более 10 тысяч тонн. На 98% выполнен план поставки каменного угля – 14,5 тысяч тонн. Затраты краевого бюджета на завоз топлива в наши северные районы составляют около 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Северный завоз в Край завершается обычно в октябре. Компания «Правоурмийская» входит в Русолово, ведущая разработку одноименного месторождения в Хабаровском крае. По итогам первого полугодия получила более 379,5 миллионов рублей чистой прибыли. В прошлом году в этот же период компания терпела убытки – 100 с лишним миллионов рублей. Прибыль от продаж выросла в 43 раза. Сегодня «Правоурмийская» модернизирует ГОК. Это позволит увеличить общую производительность до 4 тысяч тонн олова. Напомню, что «Правоурмийская» разрабатывает одноименное месторождение в Верхнебуринском районе. В минувшем году предприятия «Русолова» выпустили 2500 тонн олова в концентрате. Цены на продовольствие с начала года выросли на 5,4%. В общероссийском масштабе больше всего подорожало куриное мясо на 15%. На втором месте остальное мясо плюс 9%. Третье место занимают овощи плюс почти 8% к цене января. Единственная категория продуктовых товаров, где цены за эти 7 месяцев снизились – это яйца. Но даже при этом они дороже, чем были в прошлом году. Медленнее всех остальных продуктов дорожает молочка, а всего плюс 4% за год. Минимальный набор еды на месяц на одного человека с начала года в Хабаровском крае стал дороже на 622 рубля. За последние лет 5 не могу вспомнить, чтобы он так активно прибавлял в цене. По возможности смотрите на качество того, что едите, а не на цену. Хотя все важно. Экономика – это интересно? Следим и участвуем.